Приветствую вас. Мне кажется, Джулия, что советы вам не помогут в том смысле, что совет — это процесс, вам нужно что-то делать в своей жизни, вам нужно признать, что ваша жизнь, она потихонечку, на данный момент, по крайней мере, заходит в тупик. Если вы что-то не начнёте менять, если вы не начнёте быть более внимательны к себе, то ситуация может кончиться очень и очень плачевно, очень и очень печально, а этого, я думаю, никто бы не хотел, в том числе и ваши родители. Вообще, ключевой момент вашей истории в том, что почему-то родители ваши начали как будто бы нервничать, да, как будто бы они начали переживать из-за чего-то почему-то, да. Вот, как будто бы они почему-то решили начать трогать вас деньги. Ух, то есть у меня такое ощущение, что чего-то вы не договариваете здесь. Это я не к тому, что вы врёте, вот, это я больше к тому, что что-то здесь не договариваете, что-то здесь есть ещё, потому что, ну, с чего бы родителям беспокоиться? Вот, поэтому я думаю, что здесь есть что-то ещё. Следующий момент это то, что вы давно, как мне кажется, перестали чувствовать себя. Вот, вы давно перестали ощущать себя. Замечать свои эмоции, свои чувства, то что вам хочется, то что, что нет. Вы давно оказались в такой позиции, при которой вынуждены постоянно с собой жертвовать. Вот, вы понимаете? Началось всё с того, что у вас, как мне кажется, такая вот по жизни стратегия, что вы, что вы, ну, жертва. Вот, что вы себя, как бы, чувствуете, чувствуете жертвой. Вот, и мне кажется, что началось это как раз вот с того, что вы говорите, меня гнобили и так далее. Может быть, вам покажется немножко жёстким, то что я скажу вам, но не гнобят человека просто так. А если гнобят, то самого человека не видят. Поэтому то, что с вами происходило, это не случайно. Вот вы говорите, я была одна в 19 лет, прошла против правли четырёх человек. Вот, то есть, вы там оказались не случайно в этом месте. Дальше, значит, неделя была без работы, работа была нервная. Следующая, я была рада и ей. Ну вот, чем проблемы, отменили безградскую транспортную. Представьте, я туда обратно на такси. Я живу, я очень далеко. Делать на такси было потрачено около 20 тысяч. АЗП мне платили 4500. Ну, здесь ещё один важный момент. Это отсутствие у вас личных границ. То есть, вы не чувствуете свои личные границы. Легко переходите и легко начинаете жить непосредственно. Легко уходите в долги. Не означает, что, что, долговые отношения вообще нужно запрещать. Нет, иногда, конечно, бывают ситуации. Но у вас это системно происходит. Как мне кажется. То есть, у вас системно на постоянном основе происходит так, что вы, как бы, уходите в долг. Не обязательно у кого-то, кстати говоря. Вы уходите в долг, в первую очередь, у себя самой. Вот. А, такая идея здесь. И вот это очень важно. Очень важен этот момент. Вот. То есть, я бы хотел, чтобы вы обратили на него внимание. Я бы, повторюсь, очень рада. То есть, очень рада, что вы, вот, именно, как-то постоянно вылезаете в долг. Понимаете? Понимаете, знаем? Что я имею в виду. Дальше. Значит, так. В этот момент посвящен на полосаде не хватало. Когда не хватает денег, то это почти всегда означает, что человек живет непосредственно. Повторюсь. Как-то родители сказали, что они собирают деньги на квартире, показали тайник. Мама сказала, если что-то случится, знает тут лежат деньги. Так как мне было не на что ездить, я решил взять туда немного и со временем вернуть обратно. Это, во-первых, во-первых, вы не поговорили с своей мамой, вот. То есть, как бы, ну, вы не обсудили, наверное, ну, с мамой или с папой, не важно. Вот. И, соответственно, вы, ну, вы решили это сделать сами. Вот. И, как бы, тем самым вы просто, ну, позволили себе дальше нарушать себе самой границы. Своей же, ну, своей же личной границы. Вот. Понимаете, да? Она такая штука. Вот. Поэтому, как проявляется неважение к себе. Так. У нас задавцы было хуже. Мы вымчем на хверах. Поперем, как бы, возвращаемся. Прошем, смотраца. Деньги у нас не было. У меня просто взять еще денег у родителей. Ну, вот, не очень понимаю. Деньги из ценника, а деньги у родителей, это одни тоже. А почему они действительно собирают деньги вам на квартиру, да, даже если они собирают вам деньги на квартиру, то есть они это делают, словно говоря, для вас, да, да, вот они это делают, словно говоря, там, ну, ради вас, вот. То откуда у вас чувство стыда, ведь деньги собрали для вас? Вот, я не очень весь этот момент возил, как не очень возил момент, есть разница между тем, что вы берете деньги у родителей, тем, что вы берете деньги из тайника. То есть если здесь какая-то разница, вот, и нет ли такого, что родители типа собирают деньги, наверное, квартиру типа, почему тайник в таком случае? Слушай, не совсем, конечно. Понятно. Вот, почему тайник в таком случае. Ну вот. То есть типа для вас, ну и, соответственно, если вы знаете, как лучше, условно говоря, этими деньгами распорядиться, то вам имеет смысл это признать. А вы как будто бы сидите из того, что потратили деньги родителей, которые, на секундочку, они копили на вас, да, на квартиру, но опросили ли вы их квартиру? Опять же, вопрос. То есть здесь сказывается некая такая связка вашей привязка к ним достаточно сильная. Так, значит, в общем, у меня подготавливаются деньги из тайника, это около 150 тысяч, ну, 150 тысяч на квартиру, да, маловато, явно. Потом было два периода на квартиру, так как были конфликты с хозяином. Но опять же, из-за чего конфликтов, знаете? То есть вот чувствуете, да, у вас есть некая системность в поведении. Так, эээ, в общем, я, так, я был уверен, что там их быстро, а не то было, как бы, каким образом, каким образом. Как оказалось, откладывать тяжело. Мы же постоянно болеем, не надо брошенный оператор, у вас постоянно ломается. Эээ, что вы имеете в виду, постоянно ломается. Родители волнуются просто вернуть деньги хоть какой-то час, так они, эээ, почему они волнуются? Они стали на меня давить, я испугал, сказал, что мне здесь 90 тысяч. А, ну, здесь идея про стыд. Здесь идея про стыд. Стыд – это злость, соответственно, вы злость подавляете, обращаете ее против себя, на себя, потому что, как мне кажется, идеализируйте родители в некотором плане. Вот. То есть, родители идея, они не могут быть не правы, а вы, 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 соответственно, можете быть, можете быть, виноватой, ну, в промышлении, вот, это же, типа, вы, вот, это, ну, то есть, вот, эээ, какая-то, какая-то такая эта история. Вот. Соответственно, не думается, что, ну, я бы, я бы, по крайней мере, да, обратил бы ваше внимание на это, вот, эээ, в первую очередь, обратил бы ваше внимание на данный аспект. Вот. И, решим бы, что делать дальше. То есть, вот, в первую очередь, здесь, эээ, то, что очень сильно бросается в глаза – это ваш, эээ, ну, это ваш, это ваш, эээ, стыд. Вот. Вот. Суть – это непринятие себя, это завышенные требования к себе, эээ, вот, это, эээ, самопичевание, эээ, вот, ну, по факту, это, как бы, непонимание того, какой я, какая вы, в данном случае. Так, я боюсь, они стали меня давить, так с чего бы, я не знаю, почему собрала, очень важно, прийти к тому пути, эээ, если вас подвигло вас собрать, это стыд. Непринятие себя дальше, я боюсь их настроить и оказаться в глазах непутевой дочерью. Понимаете, да? У вас, эээ, мягко говоря, не бросая жизненные ситуации, а вы боитесь быть непутевой дочерью. То есть, то есть, боитесь не оправдать ожидания родителей. Вот так вот. То есть, это вот ваш приоритет. И, естественно, ожидания родителей на вас, да, вот, безусловно. В общем, я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что, у меня огромный долг, проблемы с даром, я уже лет счастлива не была. Так, ну, и далее вы начинаете жаловаться, и эта психологическая игра, да, но, начинает изучить ее, она есть в интернете. Родители, правда, уже отыскать не могу, чувствую, что забрал от мощи, если со студентом поработать. Как быть, что бы что. В связи, я помогал родителям, теперь я сделаю эту ошибку и жилую. Ну, так вот, и ошибки, что помогали родителям в связи. Почему вы считаете, что им нужно помогать? Они болеют или что? Помощью никто не может, я могу рассчитывать только на себя, но сама я не справляюсь, потому что удалили на себя слишком много. А теперь, еще боюсь родителей, но сильно посмотреть в глаза, но со студентом постараюсь, нужно работать. Я их избегаю, боюсь брать рук, когда на дне мою дотоксину, потом скучаю. Очень скучаю по пимам. Тоже интересный момент. Это симбилы с родителями. То есть вы не сепарировались от них. Мне так вызывно стыдно. Да, это вот нужно отработать со студентом. Так, вообще так, я не могу дотачать, но, наоборот, я просто хочу получать пару советов хороших рук, чтобы я подогнал себя на одну язык вообще не хочется. Ну, повторюсь, повторюсь вам, что хорошие слова и советы, да, это вам не помогут. Сейчас вам нужно свою жизнь менять, вот, потому что, как бы, в противном случае, если вы свою жизнь, ну, не измените, да, если вы, ну, если вы не претензий себя жалить, вот. И, если вы не представляете, там, условно ожидать, там, от других людей, что вас будут жалеть, вот, посмотрите на мир, на себя, с глазами такого, такого, знаете, взрослого человека, вот, коим, в принципе, как мне кажется, вы являетесь, вот, то, ваша жизнь начнет меняться, вот. Не факт, что она будет меняться прямо быстро, вот, совершенно не факт, что она будет меняться быстро. Но все шансы на то, чтобы она изменилась, у вас будут, вот. Так, как вы сейчас действуете, это, очевидно, путь в никуда, вот. Ну, не знаю, очевидно ли вам, ну, как бы, вот, для меня очевидно, что это, что это, вот, путь, ну, абсолютно, вот, в никуда, путь этот, который, вот, вы, ну, выбрали. Такая история, поэтому, решать, конечно, вам, вот, и, как бы, помощь, то есть, просить, ну, решать вам, какую именно, ам, помощь просить. Вот, ну, на мой взгляд, ам, к этому вы подходите, ам, вот, тоже, ам, таким, ам, достаточно, ам, интересным образом. Вот, вы подходите к этому так, что, вот, ну, грубо говоря, ам, ну, в долг. Я думаю, просто, что, ам, что вы достойны больше, мне кажется, и, мне кажется, что вы можете больше. Вот, но это, мне так кажется, просто, инфа, взвалили очень много, и, мне кажется, что, кто угодно, в принципе, может, может сломаться, под этим, ну, под таким давлением, вот. Поэтому, мне кажется, что, кто-то вы реально начнете о себе думать, вот. Как только вы реально начнете о себе прислушиваться, вот, мне кажется, что, ну, ситуация начнет улучшаться. Вот, ну, вполне вероятно, что вам потребуется помощь. То есть, вполне вероятно, что самостоятельно вы не справитесь. Потому что, потому что, достаточно глубоко вы себя, ну, загнали, вот, в эту яму. Вот. И, говоря яму, я имею в виду, вот, как раз, эээ, всю эту ситуацию, в которой вы оказались. Вот. Без негатива, то есть, как бы, ну, никакого негатива нет к вам, ну, вот, я думаю, что, примерно, вот, такой ответ я хотел бы вам дать. Вот. Потому что, вам нужна, ну, я бы не сказал, конечно, вот, прям, что вот это, вам нужна, прям, там, там, страска, да, страска-то, может быть, и нет. Конечно. Ну, вот, ну, но, эээ, вот, эээ, что вам, эээ, что вам нужно, так это вот как раз, эээ, помощь. Ну, вот. И я надеюсь, что вы просто, эээ, ну, условно говоря, за эту помощь обратитесь. Вот. Так я надеюсь, что вы не будете, ээээ, как же, вот, ну, эээ, ну, эээ, ждать. Вот. Вот очень хотелось бы, таким образом, вам ответить, на, вопрос, ээээ, который вы задаете. А дальше же, я полагаю, что решать вам, как действовать, дальше я полагаю, решаете вы сами, как вам, и в какую вам сторону двигаться, потому что вариантов здесь много, и все зависит от вас, как мне кажется. Юля, ну повторюсь, повторюсь, нет никакого, нет ничего случайного в том, в вашей истории. Абсолютно ничего нет случайного. С этим все весьма печально, но закономерно. Я надеюсь только на то, что вы сможете прервать такой порочный круг этого, вот как, ну, сейчас оказалось в таком положении. Вы можете прервать этот круг и начать, начать, как мне кажется, инвестировать в себя. в свое здоровье, в свои ресурсы, в свою энергию, в себя, в общем. и учиться признавать свои ошибки, как любой взрослый человек. Это неприятно. Это правда. То есть это правда, что свои ошибки признавать тяжело. Это верно. Но взрослый человек тем не отличается от ребенка, что он берет ответственность на себя. А вы берете на себя очень много ответственности, но вы с ней не справляетесь. Вы не можете с ней справиться. Потому что ответственность не только ваша, но она еще и других людей, она родительская, на вашего парня, вот. Расплачиваетесь вы за это. Расплачиваетесь вы конфликтами, трудностями, проблемами. Эмммм. О-о-о-о, понимаете. По факту одиночно. Я думаю что%, вы посмотрите на, она, то как себя ощущаете.. Вы очень одиноки. Вы вроде бы хотите 성н каким, Вы очень одиноки. У вас почему-то нет друзей, у молодого человека почему-то нет друзей. Мне кажется, что вы воюете с миром, с людьми другими. И в этом всем вам нужно помочь в Севелу, поэтому начинайте менять свою жизнь. По этому все, я надеюсь, что помог вам, обратная связь на мой ответ будет хорошим с началом работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.